ну что все привет друзья нахожусь в портманде сейчас в аэропорту но только что прилетел прилетел я из своей любимой северной каролины с одной пересадка сквозь меня нет с одной в техасе пересел три часа техаса еще три часа сюда на порту вот пристав три часа стал в пять вообще немножко такое ватный ватный вот и что сейчас я делаю я жду жду андрея своего рекрунтера и и мы едем в офис скорее всего к нему какие документы и после этого мне нужно будет еще поехать с ним он меня определит в гостиницу специальная гостиница которая относится к военному ведомству там все чуть все ребята которые собираются и служить то есть грубо говоря военкомат утром всех макс называется утром всех грузит в автобус и все проходят медкомиссию вот тут а может быть сразу отправку подойдет а может кто-то еще экзамен только скорейства медкомиссия и вот именно после шанс ребята к этому было ребята прямо уже как бы привезли и уже отвозили в аэропорт и они улетали уже на на учебку вот такие вот новости ладно жду андрея сейчас он подъедет и мы поедем интересному расскажу все вот встретил андрея ваша любимого доехали расскажи какие планы у нас сейчас ты не забрал что мы дальше делаем сейчас наверное поедем где-то перекусим потом уметь отвезу в отель понял мы не будем заезжать документ подписывать все сделано но это просто вип-сервис какой-то попасть на флота уже все готово главное приходи так что это ребята кто там собирается по грин карты есть в америке вот андрей может вас устроить рассказать сейчас крах банковский тут намечается рецессия на флоте все стабильно понятно ну хорошо лада ребят давайте мы переключимся попозже из гостиницы наверно уже чек-то маке мечу и сам байкой смотрите ребята такой вот лаунж playstation игры пока ребята ждут отправки в мэпс вот можно отдохнуть потусоваться вот такой вот классный отель в твои времена было такое такая вот и ребята смотрите мой отель нас тут наверное поселить вдвоем вот я первый попал сюда все сейчас жду ночую утром у нас в четыре утра подъем в 4 45 по моему выезд уже уже выезд но есть небольшая проблема проблема заключается в том что мне надо похудеть ними inch толстоват в общем сейчас заехали с андреем в аптеку взяли там кое-что намазать на брюхо взяли короче это слабительная сейчас будут таблетками и всяким этим закидываться и это ну-ка здесь шикарно что что ребята здесь конечно шикарный отель ладно давайте погнали так то что у нас уже утро 5 утра нас собрали вот все ребята которые идут мэпс сидят завтракают это мой сосед по комнате вместе с ним одного возраста примерно вместе поселили все сейчас ждем когда загрузит в автобус и поедем спортзале с 3 утра короче ребята побегу дорожки потный мокрый потом себя обертывал всякой там прогревающей штукой короче не знаю посмотрим здесь проскочился повесу этому дурацкого так ребята заказывали экскурсию по рекрутерскому центру рекрутерскому как правильно за ударение ставить смотрите это это очень красиво место в плане эти горы вот эти это портланд орегон и вот такая вот есть плаза стандартная обычно вот в одном месте расположены какие-нибудь вербовочные пункты морская пехота неви и вот армия здесь три у нас в городе то же самое примерно тест к стандартная тема кстати машина андрея рекрутера значит мы идем идем так заходим еще ты подходишь к двери и звонишь колокольчик камера то есть так просто зайти нельзя сразу пишут что никакого оружия ничего опыта как вы в ресторане здравствуйте расскажите пожалуйста что здесь у вас находится флаг наеве здесь командование о как называется вот это 8 уголков окей расскажи вот приход человек который хочет в наеве что происходит как примерно вот с чего начнется здравствуйте и что дальше садим проверяем чтобы не было айди даем ему план заполнить он сначала заполняет бланк потом мы с ним садимся общаемся тестируем его если все он проходит по всему то тогда уже говорим принести такие такие документы background чек и начинаем вот вербовать вот вот так на на здесь и весы да и турник чтобы ты как немножко мог подтянуться особый человек работает с тобой вместе сейчас у нас работает со мной трое и я понял понял твой ручь и стол здесь да мне нравится что и все андрея фотография какая у него жизнь была на флоте с так это путешествовала здесь да они меняются понятно вот видите там секретная карта никому не показываете можно как бы попасть попасть в плане между что там служить или как что по понял понял это ты вот это ты заходил в эти порты о круто какой те самое необычное было это наверно маврики италия ты да кто не знает посмотрите мои предыдущие видео сейчас будет ссылка там андрей рассказ как он попал на флот как он там служил и как в испании сколько нас по не был три года ну как тебе в испании классно так ну вот такие дела ребята так что не стесняйтесь тест ну-ка да давай расскажи люди приходят они садятся за компьютер без калькулятора без телефонов ручка бумага и отвечают математика английский прошел хорошо не прошел учись я завалил я очень мало набрал потому что я просто математику вообще абсолютно все забыл и потом сначала все учил а это что за кабинет там или я могу сидеть там наедине понял вас это из гиря окей а вот смотрите ребят когда человек подписывает комить очень важный контракт тут вот потом фотографируешь да и выкладываешь по его смотрел на днях был да я сегодня завербовался подписал контракт и получил за высшее образование получил восемь тысяч долларов и за то что быстро отправка через месяц я ухожу до мая а понял 10000 итого 18 ну так надо пишем конечно пока андрей пишет я пройдусь вот смотрите ребята значит здесь дали задание выучить все вот эти звания ну корабли так поэтому нужно понять вот я бы ногу на буткемпе будут спрашивать у меня на кей это русская кило или там f это же фокстрот то есть нужно выучить все вот эти наименования позывные да как сказать что это позывной да фокстрот голода вот это альфа физический алфавит окей видите я еще ничего не знаю камеру все следить следит вот а вот ребята которые попали вот сейчас которые в процессе как я помню подписывают контракт подписать уже контракт вот есть тоже будет моя фотография вот а это уже которую служат это русские ребята русскоязычные катя рома и андрюга и весьма еще будет фотография ну вот так так что вот андрей специалист наверно в америке единственное по русскоязычным ребятам в окей ладно продолжим позже погнали по вопросикам ну вот смотри значит я подписал контракт я должен там какого-то числа приехать то есть я за день приезжаю к тебе вот и что происходит как вот приходит отправка на буккем да то есть тебе сюда придать спортом за эти встречаем в аэропорту точно так же как и сегодня я отвожу тебя в гостиницу ты там ночуешь с утра тебя забирает автобус везет обратно в maps и там ты пройдешь медицинское обследование быстро и они просто раздевают и трусов смотрят чтоб не было никаких царапин синяков что было все нормально потом одеваешься тебе дают билет на самолет потом в 10-30 у тебя будет присяга 5 то есть еще раз подписываешь контракт и в это время ты становишься они переводишься с фьючер сейла статуса на рекрут и потом тебя опять дал клятву присягу заводят назад там подписываешь бумаги садишься в автобус автобус тебя везет в аэропорт и вот все ребята кто navi мы летим в чикаго и там когда собирают и потом везут всех на на озера как как обычно летят с пересадкой не помню где пересадка два самолета пересели на 2 прилетать и в чикаго в чикаго вас отправят в usl такая как лаунч да и там уже вам сделают check-in и вы там ждете до определенного времени вот то вам говорят так идите вниз в это место вас там собирают строят совет в автобус и прям привозят в буткемп и потом с автобуса выходите понятно хорошо сколько был буткемп идет 10 недель 10 а моя специальность потом как мы выяснили 99 то есть получится 19 недели я буду где-то получится чуть больше площадь это 20 20 то есть ты будешь именно вот кем и потом на профессию специально подскажи пожалуйста а у срок контракта начинается как и после школы уже на новом место службы или он 5 лет который да мне начинается с того с того дня когда-то пошел будет а вот так и пошел буткемп уже пошел срок пошел срок понял это а зарплата когда платятся вот первое первого дня сперва над начинает начисление идут с первого дня но те сперва не заплатят то есть заплатят вообще платят 1 15 то есть ты уходишь 20 до то есть тебе первый патча где-то придет конце месяца либо уже 15 это жена получит когда я уже ну да она насчет бонус упадет когда вот этот который заканчиваешь буткемп заканчиваешь буткемп и сразу после буткемпа попадаешь в школу и там я не знаю когда именно в какой день придет прямо это не вопрос такой это не размазывается на 5 лет вот эти бонусы что ты получил их дают сразу скажу что этот бонус не на дается не на профессию на профессию их размазывать половину вперед и потом на на года до 1 растягивает его а этот приходит сразу защиты кстати какой в максимально выйдут вы здесь у себя в офисе платили за профессию ну вот кто бонус получил какой максимально 100 тысяч 50 50 у вас до 50 это за что то есть вот сейчас например если ты бы пошел бы на подводную лодку и машине смейт на на подводном тебе дали 50 я бы не пошел просто я не гражданин ядерщики и спешил форсис данный висел станы видоверси все такое потому что еще парень буквально у нас ушел на прошлой неделе мы 25 дали за сонар на сонарах работы 25 далее а так вообще вот сейчас за а любую отправку за любую профессию а 10000 за любую да у меня был выбор когда меняли на тебя но даже вот у меня была кульяна специалист когда мы предложили метод тоже может десятку получить просто чтобы это про за профессию именно даю чтобы ты пошел буткингут и нужно уйти буткинг в этом месте в следующем или в айсев high school 17 18 лет турин тогда тоже действие сдают понял подскажи пожалуйста вот после буткемпа и заканчиваю школу получают уже во время как я понял после буткинг я уже получаю направление знаю где мне база будет и вот как как первые дни на базе происходит как вот меня там за руку берут или как или говорю школа да потом когда вот уже приезжаешь на постоянное место да тоже только то маленький какой-то маленький срок что ты приехал домой собрал вещи переехал могут от недели отдохнуть потом ты приезжаешь ты приезжаешь на все готовники то есть это никакими гран приехал ему нужно искать работу жилье то есть ты приехал уже все готовы у тебя есть свое командование люди и там уже все все работает я просто как бы встраиваться в колею и ты дать просто начинаешь работать с аэропорта заберут и как бы постепенно введут в курс делать тебе перестроят одного человека он будет с тобой ходить и рассказывайте где жить где спать где купить а когда ты корабль показывали да 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 все учить корабль или госпиталь ну где ты будешь думать там рассказывать показывать где-то в течение я сказал бы ну первую неделю две так точно понял ничего а потом уже ты вроде как сам по себе соображает так подскажи звание следующего у меня и 3 это максимально которое можно получить как бы ну в после бои си когда ты понимаешь вот подскажи следующее звание качество какое время могу купить и парик претендовать да то есть нужно чтобы после того как ты получаешь свою профессию нужно прошло прошел сколько шесть месяцев и после шести месяцев ты можешь раздавать тест и нужно сдать тест то есть нужно две как бы самые главные компонента два компонента да это тест и характеристика да и те будут сравнивать с другими ребятами твои уже в звание то есть если у тебя есть какие-то лучшие квалификации ты хорошо работаешь там много критериев да и потом тебя высшее командование говорит ты где ты очень чем больше баллов набираем каким-то тому языки например да могу русский сдать жалко более такой знаешь ты ответственные те могут доверять знаешь квалификация вышли квалификации например 33 а у тебя уже есть квалификация которая положена у кого и 4 это это по всему в по всему флоту да это же не только мы к там корабль или база характеристика будет где ты служишь и служат но продвижение он ты сдаешь еще и тест и потом комбинация твоих тест это как бы все наиви там тебе там через пару месяцев балл и говорит все это складывается такую формулу и говорится ты прошел или нет а в моей профессии там как с продвижением сложновато или неплохо 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 то есть не хорошо и неплохо не просто неплохо хорошо есть хуже есть профессии где хуже и даже много хуже у тебя такая хорошая специальности если ты будешь хорошо работать я буду продвигать по лестнице понял как а вот поменять профессию через какое время могу если вдруг мне там ну не понравится или что-то там не так надеюсь если тебя совсем что-то совсем не устраивает обычно через два года это через два года можешь подать на другую профессию на специальность и если в наиве это специальность как груди пытается подать она нужна у тебя как бы переведут потому что эти специальности да я ухожу опять школу до переулки это же народа новый контракт подписывал скорее всего да или они могут на остатки могут на остатки остатки вот это как бы уже там командование уже решит я понял как часто как думаешь ему или слышал как вот часто в миссии что вот я мы с кораблем куда-то уйдем в секретной миссии какой-нибудь путешествия обычно зависит от очень много чего нельзя просто вот так будет но в среднем в среднем я сказал бы что если ты пять лет будешь служить то два раза да если три года или четыре то где-то один раз но один раз но это может стать не сто процентов а ты сколько у тебя я ходил один раз на 7 месяцев и четыре раза на четыре месяца четыре раза по 4 не скучно было а вы же потому же можно выходить экскурсии все такое да но так же отдохнуть на хорошо здорово здорово то есть течение 5 5 лет то есть я как бы делал ну математику да то есть печенье в течение пяти с половиной лет я вот именно ходил если все суммарно взять где-то полтора года полтора года если это разбить это столько а потом идет идет ротация да то есть ты тебя морская служба потом идет как бы сухопутная служба ты уже три-четыре года сухопутно а я понял это от специальности зависит 36 месяцев по минимальной 60 там можно это есть некоторые специальности на три года есть некоторые на 4 но почти везде можно продлевать можно продлить на год может еще до пяти лет понятно и сколько еще сколько русскоязычных ты примерно уже отправил со мной если так посчитать тысячи считаешь ну где-то человек если да ну вот и на где ребята в общем смотрите мой канал буду рассказывать как служится путешествовать как эго путешествую и если желание служить вот мест 37 лет я вот пришел а если вы помоложе скажу что я сколько времени у меня ушло и я сколько как долго с тобой верующих герой на самом деле таких таких людей волевых таких волевых людей мало видел можете единственный такой то есть три раза прилетал ко мне с с северной каролины в сакрам это три раза три раза не сдавал тест три раза три раза улетал назад и потом когда мы понизили с втс то есть я тебе позвонил у нас понизили тест так что ты проходишь ты не говоришь класс прохожу немножко поправился сто один килограмм и весел до 200 200 233 поунда до или двести двадцать 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 три и получается за два месяца ты скинул 30 и полтора и сегодня 190 мне намерили паундов я прошел потому что потому что 100 вообще где все проблемные точки так сказать уже не сократ в портланд и в портланд это все еще и бонус да тогда бонуса не было никакого не было отменили отменили вообще ничего вот так ладно всем спасибо ребята что посмотрели вот андрей придут всем привет пишите под под видео будет фейсбук андрея вот напишите там телефон хорошо я напишу наверное там да лучше фейсбук с казахстана с россии с украины просто понятно ладно все всем спасибо удачи